Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Очередной духовный завтрак и очередные слова поддержки для тех, кто ищет Бога и желает следовать Его путем. Идет пост Даниила, и многие из нас смиряют свои сердца в молитве, в посте, ищут Божьего лица. Хочется ободрить всех тех, кто посвятил свое время посту, молитве. Наверняка, если вы читаете Библию по графику, вы не так давно читали слова из книги «Исход» 3 главы. Я хочу прочитать 7 и 8 стих. Здесь есть интересная закономерность. Итак, 7 и 8 стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Я иду избавлять его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Вы знаете, каждый из нас желает войти в землю обетованную, в ту землю, где исполняется Божье обетование в нашу жизнь. Мы желаем дойти до этого момента, увидеть счастливыми своих детей, получить исцеление, увидеть, как наша мечта реализуется с Божьей помощью. Это и есть земля обетованная. Мы все туда идем, Бог помещает в наши сердца вот эту мечту, и Он же дает силы и мудрость, чтобы дойти до этой мечты. Но есть кое-какие условия. Мы видим в 7 стихе написано «Я увидел страдания народа моего». Для себя я понимаю это местописание так, что Богу нужно увидеть, ну, может быть, не страдания, хотя порой и страдания, но серьезность моих намерений. Я должен действительно быть посвящен своей цели, своему видению. Я должен пройти какие-то испытания, чтобы то, к чему я стремлюсь, действительно было серьезным и для меня. И так Бог видит страдания, Он слышит вопль, молитву, когда мы взываем, когда мы находим время в своих тайных комнатах и говорим Богу о своих мечтах, о своих целях. Эти цели, они приобретают какой-то вес. Мы готовы платить за них цену. Мы говорим об этом Богу. И тогда написано «Я иду избавлять его». Бог выйдет. И так есть закономерность. Я вижу, я слышу, я иду. Друзья, я благословляю вас именем Божьим. Не сдавайтесь, если вы стоите в молитве, ожидайте от Бога Слово, ожидайте от Бога Чудо. Давайте будем вынашивать внутри себя свои мечты, свое видение, свои откровения. Давайте будем молиться Богу и увидим, как вот эта закономерность, сказанная здесь, исполняется. Пусть Бог увидит, пусть Он услышит и пусть Он выйдет на встречу нам с благословением. С Богом, друзья, и хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok